О конфликте на Донбассе и режиме прекращения огня говорили сегодня и в Брюсселе. Американские и европейские политики. С подробностями из бельгийской столицы Елена Зорина. Первый визит в Европу и первые резонансные заявления. Встреча вице-президента США с руководством Евросоюза проходит на фоне обеспокоенности новой стратегии администрации Трампа. Америка прежде всего. Каков будет подход США к международным вопросам? Майк Пэнс интригу сегодня развеял. Он заверил европейцев в поддержке и дальнейшем партнерстве. Программа двухдневного визита была довольно насыщенной. Ужин с премьером Бельгии, общение с верховным комиссаром ЕСПО, международным делам, президентом Еврокомиссии, генсеком НАТО и председателем Европейского совета. Американский политик сделал заявление и относительно Украины. В Вашингтоне, подчеркнул Пэнс, будут настаивать на выполнении России минских соглашений. Уже с сегодняшнего дня на Донбассе должен начать действовать режим прекращения огня. Что касается Украины, США будут продолжать считать Россию ответственной за происходящее на Донбассе и требовать, чтобы Москва соблюдала минские соглашения, начиная с деэскалации насилия на востоке Украины. Мы призываем обе стороны придерживаться договоренности о прекращении огня, которое намечено начать сегодня в интересах мира и невинных человеческих жизней. Американский чиновник также высказался против попыток России изменить границы силой. Говорил он и об усилении присутствия НАТО в Польше и странах Балтии, а также о том, что Америка будет и дальше защищать целостность государств в Европе. В то же время Пэнс сказал, что и в отношениях с Россией будут искать новые пути, какие пока остается лишь догадываться. Из Брюсселя Елена Зорина, Иван Ермаков. Подробности Европейское бюро телеканала Интер.